Каким образом из простого гражданско-правового спора дело перешло в уголовную плоскость? Когда появились 111 статьи о подчинении тяжкого здоровья, 239 статьи, участие и создание организации, которая наносит в ряд людей, и 159 мошенничество. Тогда обозначим сразу. Бывшие коллеги Грахова-Герасимова, Грахова берёт деньги в долг, пишет об этом расписку Герасимовой, потом оформляет на неё доверенность, то есть с правом распоряжения своей автомашины в счёт погашения долга своего. Это документы, которые сами за себя говорят, что по факту гражданско-правовые отношения. После этого человек вдруг идёт в полицию и делает заявление, что эту машину у него отняли с помощью физического насилия. Заявление, поданное, так скажем, Граховой в полицию, рассматривается в течение трёх месяцев. Это вообще нормально для свидетельства? В течение трёх месяцев. Хотя по специальности взяла уголовно-профессиональный кодекс, именно по этому закону, который всё регулирует, есть определённые сроки рассмотрения любого заявления. Это три дня. Человеку, должностному лицу, дознавателю либо следователю, даётся время для того, чтобы разобраться, есть состав или нет состава. Если за три дня не успевает должностное лицо, дознаватель либо следователь, то он имеет право продлить этот срок до 10 дней. Максимальный срок продления, пресекательный срок, это месяц 30 дней. Не 31, а 30 дней прописано в нашем уголовно-профессиональном кодексе. Когда смотришь, открываешь материалы этого уголовного дела, сразу встаёт вопрос, почему дело было возбуждено и вынесено постановление о возбуждении не хотя бы через 30 дней, на 30-й день, а через 90 с хвостиком дней. То есть 30 с небольшим месяцем было вынесено только постановление о возбуждении уголовного дела. О чём это говорит мне как юристу и как бывшему следователю? Это говорит только о том, что в заявлении поданном потерпевшей Граховой не было состава преступления. То есть те события, которые она описывает, в них отсутствует состав преступления, а присутствует только рождественские правовые отношения. Взял? Дал. Всё. А раз дело возбуждается при обстоятельствах, в которых отсутствует состав правонарушения, то, значит, ответ это кому-то надо. Очень прослеживается с самого начала очень большое желание у следователя каким-либо образом притянуть сюда Владу Росю. То есть лидер вот этой политической партии, о которой мы говорили. Но не срастается. То есть, собственно, не срастается ключевой момент какой. А Лада Русь, она вообще к этому автомобилю никакого отношения не имеет. То есть она не извлекает никакой материальной выгоды из всей этой истории. Ну, если там, скажем так, Грахова взяла деньги в долг у Герасимова. Рассчиталась с Герасимовым. А Лада Русь тут при чём? Ну, протянуть-то её хочется. И Грахова рассказывает то, чего не было. То есть она рассказывает о том, что в этом доме её будто бы насильно удерживали против её воли, не давали связаться с родственниками. Что, ну, человек вот, скажем так, находился в тюрьме, пытали, не давали есть, пить там, унижали, как всё это. Это вот в первоначальной версии Грахова. Ещё раз повторюсь сразу, что ничего и этого не было. Но именно эта, вот эта вот описанная, так сказать, ложь Граховой об этих событиях, она была положена в основу решения, что нужно привлечь ОМОН в такой вот жёсткой форме, со стрельбой и так далее. Журналистами из Москвы. То есть провести целую спецоперацию. Прекрасно, собственно, осознают, отдают себе отчёт следователи, те же там работники ЦПЭ, что Влада Русь – это известный политик. Действовавшая на тот момент политическая партия «Воля», она, соответственно, кандидат, то есть кандидаты от этой партии, они вполне могут попасть в Государственную Думу на предстоящих выборах. Дальше выбор президента, где, несомненно, Влада Русь уже, собственно, было обозначено иметь намерение участвовать в этих выборах. То есть и вот привлечение СМИ, где показано, ну, скажем так, в извращенной форме, то есть в, ну, скажем так, предельно лживой форме показано, собственно, то, чего нет, ничего не было. Ну, это как раз намерение действия говорит о том, что речь идёт о политическом преследовании гражданина, о преследовании политика. То есть уже фактически следователи, эти работники ЦПЭ, они работают на выборы, на антиагитацию. Получается, что 159-е, ну, вроде более-менее мы разупрались здесь, как бы, а вот как же так получается, что возникает некий вред, вред, причинённый, тяжёлый вред, как бы, здоровью, причинённый вот якобы той же Граховой. То есть, получается, были ли основания вообще у следователя брать и участника гражданского правового спора просто так вот освидетельствовать у психолога, у психиатра, то есть у всех таких вот специалистов, для этого уже нужны какие-то основания? Я считаю, что это можно назвать либо глупостью молодого следователя, что в нашем случае как бы не подходит, у нас следователь был опытный, со стажем предпенсионного уже возраста, либо тактическим ходом. Тактический ход заключался в том, что человек возбуждает уголовное дело по факту мошенничества, как я уже сказала, в тот период, когда уже всё изъято, есть документы, подтверждающие гражданско-правовые отношения, есть заявление, очень интересный документ, заявление лица, то есть Граховой, в котором она пишет буквально конкретные фамилии людей, которым имеет претензии. Дело возбуждается по факту, в отношении, вернее, Герасимовой, нашей подзащитной, и неустановленных лиц. Все опросы-допросы сводились к тому, где находится такой человек, как Светлана Михайловна Лада-Русь, чем она занимается, и её планы, и её знакомства, и её связи. То есть дело планировалось, и впоследствии так и получилось, было возбуждено в отношении единственного человека Светлана Михайловна Лада-Русь. Поэтому тактический ход, я считаю, что был тактический ход, когда следователь вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Герасимовой и неустановленных лиц, когда в каждом опросе Грахова говорила о конкретных лицах. Предположение, что тактический ход, давайте мы по-русски скажем, то есть по-русски это был повод. Повод начать преследование известного политика. То, что Лада-Русь является политиком, я думаю, тут никому не нужно объяснять. Человек баллотировался президентом Российской Федерации, то есть возглавлял протестную политическую партию. Если бы следователь возбудил сразу в отношении Лады-Русь, делал, ну всем бы было очевидно, совершенно очевидно, политический подоплек все этого дела. Ну, собственно, и так понятно, конечно. Но туману-то напустить нужно, по-русски говоря. Единственное, на мой взгляд, заинтересованное, так сказать, оттергом в этом уголовном преследовании, это отдел ЦПИ, то есть отдел, по-русски говоря, отдел политических репрессий российской полиции. И, в общем-то, все мы, вот, когда листаешь уголовное дело, вот на каждой странице мы видим, скажем так, уши торчат в полный рост вот этого вот отдела политических репрессий. То есть у нас в деле имеется большое количество, скажем так, различных там актов осмотров и так далее, то есть разных процессуальных документов, где работник Центра противодействия экстремизма расписывается за следователя, что в принципе является недопустимым, то есть не говоря уже о том, что отдел ЦПИ вообще не является тем органом, вот с позиции закона, который вправе осуществлять такие действия. Смотрите, был обыск Герасимова, а потом, насколько известно, был обыск в загородном доме Сталан-на-Дарусь. Это тоже обыск, получается, он на основании той же 159-й, причем здесь Стал-да-Русь, почему именно к ней в ночное время заявляются 100 ОМОНовцев, там, вооруженными до зубов, там, крушат, ломают от ее собственности, наносят, причиняют там вред людям, которые там находятся, открывают огонь на поражение, там убивают собак, то есть совершенно серьезные события, как будто бы, там, я не знаю, ячейку ИГИЛы без врежей. Рано утром, то есть еще даже не дожидаясь того времени, когда, собственно, разрешено у нас по закону, раньше, скажите, 6 часов нельзя проводить обыск. То есть обыск, фактически вот этот налет, штурм, он начался раньше, не было 6 часов. Представьте, вот вы спите, да, в этот момент разбивается окно над вами, разбивается окно, через которое, значит, вооруженные лица вламываются, то есть на женщину вставляют боевое оружие, без реальной необходимости расстреливают собаку, просто, причем, знаете, вот... Многие очевидцы потом говорили, что подумали, что это война. Да, то есть идет пальба, выстреливают. Дети, женщины спали. И вот людей сонных, раздетых, их вытаскивают из постели, их укладывают поддулыми автоматами лицом вниз, открытые настежь двери, разбитые окна, да, на улице мороз. Дело происходит в феврале и месяце. И заставляет подолгу лежать на ледяном полу. Цель обыска, да, когда... Немножко я вот про обыск сразу, если уж начала, не против, да? Цель обыска, это найти конкретные вещи, да? Вот буквально... Должна быть по закону. Да, по закону, да. По закону, перед тем, как начать производство обыска, собственно, лицо, которое проводит обыск, оно должно в добровольном предложить лицу, у которого производится обыск, выдать, собственно, искомую вещь добровольную. То есть, если, соответственно, человек это выдал, ну, собственно, и смысл-то зачем проводить обыск? То есть... Обыск на этом заканчивается. Да, то есть, следователь Влада Русь предъявляет, что ему нужна видеозапись, вот, собственно, вот за тот период, когда непосредственно находилась Грахова, так сказать, вот на этой территории. И самое удивительное в этой ситуации, что... Ну, наверное, не самое удивительное, а момент какой важный, что эта видеозапись следователю была выдана добровольно, до начала производства обыска. Но обыск это не остановило. То есть, следователю надо было что-то совершенно иное, чего он и сам не знал, что ему нужно. То есть, больше скажу, вот, видеозапись, которая была выдана, она фактически опровергает, вот, собственно... Заявление Граховой. Заявление Граховой. Вот эту вот версию, которая нужна во что бы то ни стало, так сказать, подогнать доказательства следователю под которую. И вот видеозапись, на этой видеозаписи что видно? Очень чётко, понятно, видно. Грахов ходит совершенно свободно. Следователь её не приобщает. Вообще не признаёт вещественным доказательством. То есть, не складывается, нету преступления. То есть, этого недостаточно для того, чтобы доказать фактически, всё выстроено на словах Граховой, что делается дальше. А дальше проводится психиатрическая экспертиза. То есть, фактически, следователь пытается создать какое-то весомое доказательство. Вот в рамках дела в отношении Граховой проводятся два вида экспертиз. Ну, то, что для дела значимо. Это психолого-психиатрическая и судебно-медицинская. Вот такой момент, то, что психолог ставит диагноз «психолог». Это как бы регулируется законодательно, это как-то нормально. Они знали о том, что они работают с профессиональными психологами, у которых стаж 10 лет минимум. Не запрещайте проводить. Очень интересный момент, кстати, очень интересный вопрос. В каком ключе? Потому что первое, что, в принципе, должно учитываться при производстве экспертиз такого рода, психиатрический экспертиз, это, собственно, личность подэкспертного. И вот о личности Граховой, ну, собственно, и фактически экспертов она не интересует. Вот, и так, вот, собственно, еще четверо пострадавших. Как они появляются в деле, зачем на озабях их туда привлекают. И, насколько известно, их точно так же свидетельствуют, они такие же бывшие сотрудники Герасимова, Графовой, коллеги. У следствия явно не складывается, скажем так, громкое дело. То есть, вот, тех масштабов, которые, собственно, они спланировали. 159-я – это обычный состав, который вообще не может быть громким. На нем не сделаешь громкого дела. Поэтому нужна была 111-я. Потому что в противовес тому, что говорит заявитель Грахова, имеется куча документов и прямые очевидцы вот этого долга. Поэтому для следователя жизнью необходима другая статья, 111-я. Она связующая звено между 159-й и будущей статьей 239-й. Здесь появляются для 239-й новые потерпевшие. А как их нашли? Просто искали людей, которые были недовольны. Откуда их можно найти? Лучше всего из тех, кто там работал. На момент проведения им психиатрических экспертиз являются свидетелями и не состоят на учетах в психдиспансерах. И, так скажем, сам следователь, как лицо процессуальное, не описывает и в постановлении о назначении экспертизы основание для проведения этой экспертизы. А это обязательное условие. Потому что следователь не может с потолка вдруг взять и сказать, слушай, дай-ка я тебя проверю, псих ты или не псих. Психический вред может являться, коллекцироваться как тяжкий вред здоровью, если он связан с травмой. Травма – это травма головного мозга, какой-то её области, и нарушение функции какой-то части головного мозга. Здесь, в нашей ситуации, ни у одной из пятерых не находят травмы. Об этом говорят сами эксперты, которые делают эти экспертизы. Они прямо говорят, да, травмы нет, нам это не надо. Нам достаточно их слов, что они потерпели. Вот таким образом рождается 111-я. Это необходимо было, чтобы 159-ю закрепить, иначе бы она развалилась, потому что документально она опровергнута. Чтобы, так скажем, из 159-й перетечь плавно в 111-ю и притянуть всю организацию по 239-й. Вот вам, я так понимаю, как раз вся эта задумочка, кухня. Насколько в студентном заседании были учтены ваши мнения, там, насколько мне известно, приглашались независимые психиатры, специалисты с высоким уровнем подготовки, большим стажем экспертной деятельности, можно сказать, профессора, доктора наук. Вот как их воспринял суд, услышали их доводы, и что они, в общем-то, говорили по поводу всех этих психических, там, скажем, травм, этих вот тяжелого вреда здоровью. Подтвердили они или не подтвердили? Ну, к сожалению, весьма порочная, и в этом деле это же все есть, то есть существует весьма порочная практика судебная по уголовным делам, когда суды безмерно верят экспертам, даже, собственно, когда их заключения были опровергнуты в суде. И вот здесь мы видим то же самое. То есть, фактически, вот все заключения, которые у нас есть, экспертизы психолого-психиатрические, судебно-медицинские, каждая из них, она была много раз опровергнута. Опровергнута мы привлекали, собственно, специалистов. Это люди с очень большим стажем. Причем, скажем так, вот классический такой вот довод представителей обвинения, прокуроров, что, ну, дескать, вот вы там специалистов из частных каких-то организаций привлекаете, они вам за деньги чего угодно напишут. Извините, в данном деле у нас участвовали специалисты, ведущих государственных экспертных учреждений, например, Министерства образования, например, Институт Сердского. Это как раз высококвалифицированные специалисты, что даже нет такого в правилах, а то и редакция вот этих правил определения, которые они указали в своем заключении. Они сами выдумали, сами ее указали, сами сделали вывод. Мы допрашивали в ходе судебного заседания кандидата медицинских наук, собственно, с кафедры судебной медицины, институт имени Пирогова, Министерство образования Российской Федерации, который четко и однозначно все это разложил, что нет никакого тяжкого вреда здоровью, нет никакой, соответственно, травмы. То есть, что выводы, которые сделаны экспертами судебно-медицинскими в отношении Графа и в отношении остальных потерпевших, собственно, они не основаны на тех правилах, которые есть. То есть, он даже высказывался, что у вас что, в Самарской области другие правила действуют? Ситуация, это вот сфабрикация уголовного дела, вот на это уже, на действие уголовного. У нас президент грозит пальцем и говорит, а я и будем наказывать всех сотрудников полиции, которые подкидывают наркотики. Но, извините, а сотрудники полиции, вот как мы видим на примере этого дела, собственно, могут действовать другими способами. Вот я убежден, что вот в уголовном деле в отношении Герасима, в отношении, собственно, Ладарусь, других обвиняемых, собственно, вот образно говоря, также подкинули наркотики. Только, скажем так, было совершено фабрикацией не подкидывания наркотиков, а фабрикацией картиз. фабрикацией, собственно, можно даже сказать, фабрикацией потерпевших. То есть признание людей, которые не являются жертвой преступления, потерпевшими. Более того, здесь ситуация пошла гораздо дальше. Вынесено судебное решение, где Герасимова невиновный человек, невиновный в том, за что ее осудили. То есть она привлечена в уголовную ответственность. То есть судья просто-напросто подгоняет, скажем так, доказательства под вину. Судья пишет, что к показаниям свидетелей защиты суд относится критически, так как они опровергаются показаниями потерпевших. Опачки. Это что у нас за презумпция вины? То есть где презумпция невиновности? То есть следствие должно доказать. А здесь получается, что потерпевшие, то есть это лица заинтересованные получить, скажем так, как минимум материальное вознаграждение. А каждый из этих потерпевших написал многомиллионные заявления, свои, так сказать, желания, ну, видимо, так сказать, по указке следователя, где заявили претензии, кто-то 10 миллионов, кто-то 12 миллионов хотят за то психическое расстройство, которое, собственно, за тяжкий вред, которого у них не было. Скажите, до что было апелляционное заседание 2 июля? Я хочу, чтобы апелляционный суд заседания расставил все точки над «и» и было понятно, что есть две версии, которые ни одной стороной, так скажем, каждой стороной представлены, стороны обвинений не опровергла версию стороны защиты. Здесь входит, так скажем, в дело это как раз презумпция невиновности, это минимум. И поэтому приговор должен быть только однозначно одним, оправдательным. Потому что нельзя вставать ни на одну, ни на другую сторону, когда есть большое количество разноплановых мнений. Если нет точного понимания, что было совершено преступление, и доказательства прямое отсутствует, то все косвенные не могут свидетельствовать о том, что было совершено преступление. А я считаю, страна защиты, я считаю к тому же, что еще в деле есть масса, большое количество доказательств, свидетельствующих об отсутствии нашей защитной какого-либо состава преступления, что подтверждается и очевидцами, как уже мы говорили, тех юридически значимых событий, и документально подтверждается и высококвалифицированными специалистами, которые приходили на суд и объясняли и подтверждали свое мнение. Поэтому однозначно оправдательный приговор. Я хочу сказать, что строить прогнозы это дело неблагодарное, тем более в российской системе правосудия. Всегда хочется надеяться, что суд тебя как минимум вызвашит и отнесется к этому делу объективно и, собственно, будет судить по закону. Вот, собственно, мы на это надеемся, что областной суд услышит наши доводы и принят их во внимание. Что будет на практике, мы на деле мы увидим. Вот поразительный момент. У нас фактически сам прокурор признает приговор незаконным. причем указывает на нарушение прав Герасимовой, то есть незаконность признания виновной в том, чего она не совершала, но при этом предлагает оставить решение, по сути, как есть, просто, так сказать, вычеркнув то, что делает его незаконным. Известно, что подано заявление, то есть по идее есть заявление, в котором вы описываете все нарушения, поданы человеке Патрушеву. Исследственный комитет, да, что какая-то должна быть реакция. Закон в нашей стране, говоря русским языком, закон в нашей стране не работает. Суд в нашей стране не работает. Собственно, те лица, которые должны расследовать уголовные дела и стремиться к установлению истины на деле, вот на примере того же Голунова мы видим прямо противоположное, когда они выдумывают преступления, создают сами преступления, которых не было. И вот только получается в ручном таком режиме регулирование сверху дали указку, тогда все зашевелилось и все фальшивки, так сказать, человека невиновного в данной ситуации объединения сняты. Очень хотелось бы увидеть здесь, вот в данном уголовном деле в отношении Герасима и в отношении Лада Русь такой же такой же окрик сверху, после которого я уверен, будут реальные увольнения, а может быть и уголовные дела в отношении тех лиц, которые фабриковали данное, как я убежден, фабриковали данное уголовное дело. Проводя параллели с тем же делом Голунова, возникает вопрос, а что нужно сделать невиновным гражданам, что нужно сделать у общества, для того, чтобы наверху, так сказать, обратили внимание, для того, чтобы истина была установлена, старжествовала справедливость. То есть, что, людям на улицу надо также выходить, в истин, что может быть, истин, вы как в в в в Продолжение следует...